МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Регион-12» информационная программа «12 новостей республики». В студии Виталий Рыжков. Здравствуйте. Движение по улице Лебедева может возобновиться в 20-х числах мая. Напомню, что участок дороги от Карла Липкнихта до Героев Сталинградской битвы был закрыт еще с конца апреля. После того, как 23-го числа рядом с домом номер 7 по улице Лебедева провалилось дорожное полотно. Причиной провала стала авария на сетях канализации. Разрушение самотечного коллектора случилось, по предварительным данным, из-за изношенной железобетонной трубы. Закрытие движения на этом участке не только заставило выбирать объездные пути автомобилистов и изменило маршруты общественного транспорта, но и создало массу неудобств жителям близлежащих домов. Дело в том, что водители, стремясь избежать плотного трафика и долгого объезда через улицу мира, срезают дорогу через прилегающие дворы. Данная ситуация вызывает также особое беспокойство у родителей учеников 24-й школы, расположенной поблизости, поскольку постоянный поток автотранспорта проходит в непосредственной близости от школьных ворот. Как сообщили нам в мэрии Йошкар-Лы, открытие дороги на Лебедева планируется к концу следующей недели. Однако водителям на этом участке все равно следует быть внимательными. Место провала на проезжей части будет огорожено, и его придется объезжать. Восстановление дорожного полотна здесь будет продолжаться еще несколько недель. По городу на высокой скорости. Это не лихачество, а исполнение служебных обязанностей. Автоинспекторы Йошкар-Лы пересели на двухколесный транспорт. В ГИБДД города впервые сформирован мотовзвод. Он уже приступил к патрулированию улиц столицы Мариел. О том, где можно встретить мобильную бригаду и на что направлено внимание мотопатрульных, об этом и не только в нашем следующем сюжете. Двухколесный железный конь, строгая экипировка и мобильность. Именно так сегодня выглядят сотрудники дорожно-патрульной службы Йошкар-Лы. Перед заступлением в смену задание от начальника, далее развод. Постоянно быть на чеку. На машине как бы едешь, когда защищен, а на мотоцикле открыт. Но с другой стороны, когда едешь на мотоцикле, ты находишься ближе к людям, гражданам, тут же могут и остановить, сказать и догнать правонарушителя, проблем не составляю. Всего в составе дорожной полиции теперь ежедневно работают 4 госавтоинспектора. По 2 человека в 8-часовую смену. Каждый из них знает, как мастерски управлять автомобилем, правильно тормозить в экстремальной ситуации и даже падать с мотоцикла. Справиться с таким железным конем сможет, конечно, не каждый. Ежедневно на патрулирование улиц Йошкар-Лы выезжает 4 сотрудника батальона ДПС. У каждого весомый водительский стаж и отметка в водительском удостоверении категория А. Рустем, скажите, какую специальную подготовку вы прошли? Мы прошли специальную подготовку в городе Москва. Десятидневную. Где нас обучали основам экстремального вождения, как действовать в экстремальных ситуациях, как правильно трогаться, как правильно тормозить. Рустем Исламов в госавтоинспекции служит уже 13 лет. А личным мотоциклом управляет и того больше. Вспоминает, впервые сел на двухколесный транспорт в 16. И с тех пор любовь к адреналину и высокой скорости у него в крови. Перед заступлением на маршруты патрулирования для нас маршруты разработаны. Мы работаем по этим маршрутам. Приоритет, значит, у нас это скутеры, мотоциклисты, ну и прочая двухколесная техника. Правонарушителя уже видно сразу. Допустим, у него нет номера, едет он без шлема, без защиты. Это уже повод для остановки транспортного средства. Можно остановить, проверить и документы, и сверить, в общем, узлы и агрегаты. Сейчас маленькие габариты мотоцикла и высокая мобильность сотрудникам мотовзвода позволяют решать задачи, которые порой кажутся невыполнимыми за рулем автомобиля. Оперативно догонять, обогонять, останавливать, даже когда город стоит в пробках. С объемом двигателя в 800 кубических сантиметров и в 90 лошадиных сил мотоциклы марки BMW весом 200 килограммов разгоняются до 200 километров в час за считанные секунды. Сейчас нарушают молодые, которые на скутерах передвигаются. Они без шлемов. Процент добросовестных мотоциклистов в этом году стал значительно больше, чем в прошлом году. Но это связано, наверное, вообще с пониманием граждан, что все равно технику придется регистрировать и ездить на ней, потому что ГИБДД не стоит на месте, вот закупают технику, закупают и камеры. За две недели патрулирование мотовзвод уже зарегистрировал 54 административных правонарушения. Из них 15 совершили водители мотоциклов и скутеров. Они будут патрулировать улицы, бульвары, парковые зоны. Без мотовзвода не обойдется ни одно массовое событие. Все-таки это серьезное психологическое оружие. Для Южкоролы, говорят, в ГИБДД достаточно четырех мотоциклистов. Надежду на двухколесных сотрудников правоохранительные органы возлагают большую. Как показывает практика других регионов, уровень уличной преступности снижается в два раза. Процедуры и больничные карты в сторону. В ход идут профессионализм, компетентность и личные качества людей в белых халатах. В Южкороле выбрали лучших врачей-гинекологов и акушерок. За звание самого компетентного специалиста боролись все медработники перинатального центра. При этом основным критерием оценивания конкурсантов стали оценки пациентов. За месяц было собрано более 470 отзывов. В итоге в номинации лучший врач-акушер-гинеколог первое место занял заведующий акушерским обсервационным отделением Александр Ефремов. А лучшей акушеркой признана Татьяна Мусина. Отмечу, что сегодня в перинатальном центре Южкоролы работают более 600 высококвалифицированных специалистов. Из них 103 врача, а также 226 акушерок и медсестер. При этом свыше 50% медработников имеют высшую и первую квалификационные категории. Более 40 новобранцев из МРИЭЛ отправились с первой партии в Подмосковье на прохождение армейской службы в сухопутных войсках. Всего же в этом году на службу будет отправлено около тысячи новобранцев из нашей республики. Военное звание, форма и хорошая физическая подготовка. Александр Савельев в свои 18 уже готов продолжить семейную династию, стать военным. Считает, что мужчина должен обязательно отслужить в армии. Сначала я закончил 9 классов среднего образования. После этого меня призвали на военную службу. Определили в ЖДВ. Хочу продолжить военную службу по контракту. Для начала на три года. В этом году в армии сразу несколько новшеств. Например, так как большинство проходят службу за пределами республики МРИЭЛ, новобранцев выдают не одну, а сразу две-три сим-карты для связи с родственниками. Кроме этого призывник получит так называемый НССР – унифицированную сумку со средствами личной гигиены. Комплект бритвенных принадлежностей и маникюрный набор. В республике создано 18 призывных комиссий, где для распределения в первую очередь учитывают состояние здоровья, моральные качества, физиологические особенности новобранцев. Основная часть пригодных для службы отправится в сухопутные войска. Районными комиссиями предварительно распределяются по видам и родам войск. После распределения по видам и родам войск, уже после призыва, после прибытия на сборный пункт республики, военно-врачебная комиссия республик уже повторно проверяет состояние здоровья призывников, повторно проводятся психологические обследования. И уже на основании вот этих проверок мы уже окончательно принимаем решение для отправки данных военнослужащих в ту или иную команду. За более чем 100 дней в ряды российской армии из республики Морел отправят около тысячи новобранцев. Как отмечают врачи, число годных для армии растет с каждым годом. В этом году таких около 80%. Первая партия новобранцев отправится в Подмосковье. Служат, как и прежде, год. Следующих будут отправлять каждый день до 7 июля. Призывники из Морел отправятся практически во все военные округа Российской Федерации, кроме Крыма. Большинство в Центральный военный округ России. Марийский национальный театр драмы Эмени Шкетана завершил театральный сезон. 96-й по счету он порадовал своих поклонников яркими премьерами, новыми образами, интересными открытиями. На церемонии закрытия сезона стали известны победители 7-го республиканского конкурса на лучшую пьесу на марийском языке. Главный приз – постановка на сценических площадках республиканских национальных театров. Во время торжественной церемонии был отмечен и коллектив нашей телекомпании. За большой вклад в пропаганду и развитие марийской национальной культуры и активное сотрудничество с Марийским национальным театром было вручено благодарственное письмо коллективу холдинга ТВ «Радио на Патриарше» и лично руководителю Александру Курмузакову. Курс на Паралимпиаду. В столице Мриэл продолжаются матчи в рамках чемпионата России по мини-футболу среди слепых спортсменов. Напомню, что по итогам соревнований будет сформирована национальная сборная для участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в сентябре в Рио-де-Жанейро. Уже сейчас известно, что в сборной России будут как минимум три юшкаролинца. Все это – успехи нашей местной команды. Не зря Спартак из Мриэл – один из лидеров в стране. Наверняка, если бы не будний день и рабочее время, то зрителей на этих соревнованиях было бы гораздо больше. Не смотри, что это мини-футбол, а на площадке слепые футболисты. Поверьте, порой страсти тут кипят такие, что не снятся футболистам премьер-лиги. Да и уровень, как ни крути, сказывается. Как-никак чемпионат страны. Соответственно, в Ишкаролу съехалась вся элита России по данному виду спорта. Футболисты играют в формате 5 на 5. Полевые игроки с нарушением зрения. Кто-то более, кто-то менее. Дабы уровнять шансы, всем на глаза наклеивается специальный пластырь, поверх которого надевается специальная повязка. Видоизменена тут и площадка, по бокам которой установлен специальный борт. Мяч тяжелее обычного футбольного. Чтобы практически не было отскоков, кроме того, внутри него есть трещотка, дабы игроки всегда слышали мяч. Нет в мини-футболе слепых, офсайдов и аутов. За счет этого скорость и темп игры сохраняются очень высокими. Единственные зрячие на площадке – вратари, которые наравне с тренерами руководят действиями футболистов. В принципе, больших отличий нет. Единственное, что здесь усложнено для вратаря – это ограниченная зона, за которую ты не имеешь права выходить. И вратарь работает практически на линии ворот, что усложняет игру. И непредсказуемость игроков, потому что игроки не видят, они могут планировать бить в одно, не дойти до мяча, переступить, не доступить до мяча. И мяч может полететь в совершенно другую сторону, непредсказуемую, ни для вратаря, ни для игрока. Вот это, наверное, самое сложное. Кирилл – один из трех наших игроков, который практически гарантировал себе место в составе национальной сборной и обязательно сыграет в Рио-де-Жанейро. Но если не случится ничего непредвиденного. Также в составе сборной России – лучший нападающий «Спартака» Евгений Иванов и опытный защитник красно-белых Василий Николаев. Еще один, пока претендент на место – футболист Василий Замков. Таким образом, спартаковцев в паралимпийской сборной по мини-футболу чуть ли не половина команды. Все это – плоды работы местной школы и показываемых ею результатов на соревнованиях самого разного уровня. Чем обусловлены такие успехи нашей команды, наших игроков? Ну, я так думаю, что то, что мы вовремя влились в этот футбол, практически ребята с первого чемпионата участвуют. Из этого, с самых первых, только осталось пока вот у нас два человека. Ну, я думаю, что вот будем развивать этот футбол, естественно. Не сдавать свои позиции. И я думаю, что мы никогда не будем позорить нашу республику. У нас сейчас специализированная площадка вот своя. Значит, специализированную площадку сделали в спорткомплексе юбилейном. Переделали тоже под наш футбол. И это, конечно, даст большой скачок для роста спортивных достижений. Что касается результатов Спартака на чемпионате России, то по прошествии трех игровых дней наша команда идет без поражений. В первом матче наши ребята обыграли команду Ингушетии со счетом 3-0. Во втором сыграли в ничью 1-1 с Нижегородцами. В третьем переиграли сборную Дагестана снова со счетом 3-0. Но завершатся соревнования на специализированной площадке стадиона «Дружба» во вторник. В последних двух матчах ешкаролинцы сыграют с командами из Татарстана и Московской области. Ну а в ближайшее воскресенье на «Дружбе» большой футбол. Ешкаролинский «Спартак» в третьем туре любительского приволжского первенства будет принимать игров команды «Искра» из саратовского «Энгельса». Напомню, что красно-белые стартовали в новом сезоне очень неплохо. Пока не знают поражений, находятся на первом месте турнирной таблицы. Соперник ешкаролинцев на пятом месте. Матч начнется в воскресенье 15 мая в 17.00. Вход для взрослых 50 рублей, для поклонников футбола до 18 лет свободный. Информационная программа «12 новостей республики» продолжается. Напомню, что выпуски Мариэл ТВ смотрите в утреннем эфире в 6.30 на телеканале «Регион-12». В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Каждое строение, вне зависимости от того, из какого материала оно построено, постоянно испытывает воздействие целого ряда негативных факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, перепады температуры и, конечно же, влага. Даже керамический кирпич постепенно разрушается от сырости, особенно при колебаниях температуры. От влаги образуются грибок и плесень, которые могут серьезно испортить не только настроение, но и здоровье человека. Однако есть способ, если не избавиться полностью, то максимально снизить разрушительное воздействие сырости. Для этого достаточно обработать поверхность гидрофабизирующим составом. Если нанести гидрофабизаторы на кирпич и на дерево, эти материалы приобретают водогрязь и отталкивающие свойства, влага не впитывается лет 15, там перестает расти грибок, плесень, не заводятся насекомые и строение дольше служит человеку чистым, первозданным. Проведем простой эксперимент. На керамический кирпич, половина которого обработана составом, а вторая осталась в естественном виде, выльем несколько капель воды. В результате вода легко скатывается с обработанной части и впитывается в необработанную поверхность. То же самое с древесиной. После обработки гидрофабизатором она перестает впитывать влагу. Сегодня на рынке представлены гидрофабные смеси от разных производителей. Главное отличие в их составе. Отличаются они тем, что одни есть кремнии органические и просто органические составы. Органические они больше всего подходят для дерева и для внутренних работ, так как они совершенно не паснут. Кремнии органические имеют немножко резкий запах, соответственно, больше подходят для внешних работ, также для, больше всего для кирпича, керамической плитки и тротуарной плитки. Наносится она очень просто. На сухую обествуемую поверхность, желательно при плюсовой температуре, наносится или кисточку, или валиком. Практичные и долговечные решения для строительства и ремонта предлагает своим клиентам торговый дом «Герметик». Сотрудники торгового дома «Герметик» успешно решают проблемы гидроизоляции, теплоизоляции, герметизации любых объектов, помогая своим клиентам в подборе герметизирующих материалов, предлагая консультации по их монтажу. Кроме того, торговый дом «Герметик» является эксклюзивным представителем марки «Данки» в Ишкарале. «Данки» – это линейка высококачественных подоконников с глянцевым акриловым покрытием, представленные в широкоцветовой гамме. Отличная новость для ишкаролинцев. Дорогие друзья, торговый дом «Герметик» стал намного ближе к вам. Мы открыли свой фирменный отдел на центральном рынке города Ишкарлы. Сити-центр, первый этаж. Здесь вы можете приобрести весь ассортимент товаров, которые находятся у нас на «Баумана 100». Даже заказать подоконники и откосы в нарезку по вашим размерам. С доставкой надо. Внимание! Магазин «Герметик» на «Баумана 100» работает в прежнем режиме. Все подробности по телефону в Ишкарале 55 37 00. Редактор субтитров А.Семкин